Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Её цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и деноцификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Итоги Второй мировой войны, как и жертвы, принесённые нашим народным на алтарь победы над нацизмом, священны. Но это не противоречит высоким ценностям прав и свобод человека, исходя из тех реалий, которые сложились на сегодня за все послевоенные десятилетия. Также не отменяет право нации на самоопределение, закреплённое в статье 1 Устава ООН. Напомню, что ни при создании СССР, ни после Второй мировой войны людей, проживавших на тех или иных территориях, входящих в современную Украину, никто никогда не спрашивал о том, как они сами хотят обустроить свою жизнь. В основе нашей политики – свобода. Свобода выбора для всех самостоятельно определять своё будущее и будущее своих детей. А папу оставили в Киеве. И папа будет продавать что-то, будет помогать нашим героям, нашим войскам. Нашим войскам будет помогать. Может, даже будет воевать. Мы шли где-то 3 часа, и вот вы нас спасли. Я думаю, что мы уже будем идти эти 2-3 дня. И мы считаем важным, чтобы этим правом, правом выбора, могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Для меня это самое ценное. Они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать её против нашей страны и её народа. Повторю, наши действия – это самозащита от создаваемых нам угроз и от ещё большей беды, чем та, что происходит сегодня. Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа. Пусть порадуются. Что, стрелять будете? Давайте, у меня нема ничего. Давайте, что такое? Вы же братья долбаные. Давайте. Очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящее событие. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались. Продолжение следует...